Что касается Крыма, то блокада экономическая – это самое, наверное, непродуктивное, что можно было представить. Крым как территория, которая аннексирована у Украины, и на которой все-таки мы считаем, что там проживают наши граждане, как бы там никто не говорил, но эти граждане не писали заявление о выходе из украинского гражданства. У них сохраняются украинские паспорта. И то, что вместо того, чтобы демонстрировать свою экономическую присутствие, вместо того, чтобы насыщать супермаркеты полуострова украинской продукции, активисты сделали все, чтобы этого не было. Чтобы там была продукция из Краснодарского края, из других областей Российской Федерации, чтобы как можно быстрее крымчане забыли о том, что есть Украина. Понимаете, это абсолютно то, чего делать нельзя ни в коем случае. Потому что демонстрации своего присутствия – это один из таких очень важных элементов экономической агрессии, экономической экспансии, экономического влияния и всего остального. Поэтому с точки зрения того, чего достигла блокада Крыма, я не думаю, что она чего-то достигла реально. Она достигла того, что переориентировались в той или иной мере товарные потоки, что магазины Крыма стали заполняться неукраинской продукцией. Каких-то политических факторов нет, каких-то там реакций международной общественности, я не думаю. Ну, может быть, власти Украины несколько раз обратили на это внимание, и, может быть, они, наконец, начнут заниматься проблемой Крыма.